Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я хотел бы сделать обзорчик на клан Мини Мак Сэвэдж. Об этом клане уже давно многие наслышаны, кто-то знал о нем, кто-то не знал, но смысл в том, что название... Когда в названии имеется слово Сэвэдж, это сразу наталкивает на мысль, что где-то я это раньше уже слышал. Да, все правильно, есть такой клан Сэвэдж Сэвэн, есть Сэвэдж Суниш, есть еще куча кланов семейства Сэвэдж, и все они по-своему уникальны. Реально, ну, уникальны, неповторимы, то есть никаких боянов, скажем так, да, то есть идея каждого клана, она первичная в природе, первая такая вообще. И это семейство полностью переворачивает весь смысл игры Clash of Clans. То есть это, грубо говоря, определенные такие революционеры, люди, которые не думают, как все остальные. В то время, когда нам прикольно шаблонно развиваться, например, не рашить, я не знаю, в КВ там делать фулл прокачку все время, в КВ как-то одинаково атаковать, то нет, у них абсолютно другое понимание, у каждого клана свое. Ну и, кстати, Сэвэдж Севен, вспомните, третий ТХ в чемпион лиге. Ребят, да, этот чувак был Сэвэдж Севена, мой этот ролик просмотрели более полумиллиона просмотров у этого ролика. Поэтому, уверен, многие знают, вот ни для кого новым не будет названия Сэвэдж. Я, кстати, вбил в гугле, что же, как же переводится Сэвэдж, и обнаружил, что это дикарь, невоспитанный человек, жестокий человек, грубиян, грубый человек. Как будто ты разгадки с карт Таро читаешь, вообще, я не понимаю, при чем здесь Сэвэдж. Ну, например, если Сэвэдж Севен, наверное, это что-то вроде Дикая Семерка. Мини Макс Сэвэдж, это, наверное, что-то вроде Мини Макс Дикий. Ну, может, я ошибаюсь, может, мне кто-то более правильный перевод скажет, пишите, не вопрос, я гуглу не очень доверяю, но, в общем, неважно. Итак, ближе к делу, чем же уникален этот клан, почему Мини Макс? Давайте пройдемся по определенным игрокам в клане, и мы все сразу поймем. Ну, вот, первый наш кандидат. ТХ-9, и сразу бросается в глаза две ПВОшки, а не четыре, как должны быть. На самом деле, это не самый яркий представитель этого клана, прям в красках. Но, да, все равно Мини Макс. В чем прикол Мини Макс, что как будто прокачка максимальная, но она по минимуму. То есть, все то только что нужно, да, то есть, чтобы как можно усилить дисбаланс на КВ. Если заходим в его профиль, видим, что здесь все довольно-таки прикольно. То есть, максимальные шары, максимальные драконы, да практически все максимальное для ТХ-9. Ну, вот, героев еще осталось подкачать. Вернемся к следующему претенденту названия главного Мини Макса. Здесь у него еще более все эпически. Здесь всего лишь одна ПВОшечка и та шестого уровня. Герои, конечно, не сильно вкачаны. И то, что меня удивило здесь, это королева слабее короля. Кто так делает, я не знаю. Но, опять же, этот клан Мини Макс, поэтому... Поэтому-поэтому. Двигаемся дальше. Вот чувак с ником I am a noob. Еще вот это I am a noob. Это вообще как-то так. По-моему, I am noob. Нет? Забора нет. То есть, не соврал нам чувак, когда такой ник себе придумал. Действительно, noob. Ну, в нашем понимании, да. А в его понимании он все делает круто. Потому что, как вы знаете, забор тоже влияет на подбор соперника в КВ. То есть, это защитное сооружение, как забор, оно тоже влияет на подбор соперника. Поэтому, представляем себе, что когда эта база находится в КВ и ищется соперник, то понимаем, что его зеркальная база, наверное, будет где-то ТХ-7. Потому что, ну, вообще без забора. Конечно же, ТХ-7. Но с такими войсками вы понимаете, что этот чувак сделает с ТХ-7. Ну, и в целом, в целом, что тут еще у нас есть? Еще видел вот такого забавного чудочка. Видим, что... Ой, не такого, неправильно. Сейчас, секундочку. Вот. Джейс... Г... Блин. Г-С-Шарк. Г-Шарк. 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 В общем, как так. Видим, герои 30-е. ТХ-10. Армия довольно неплохо прокачена. Как для ТХ-10, так, в принципе, и для ТХ-9. Ну, для ТХ-9 практически фулл армия. И когда заходим на него, то видим вот такой вот шарш. Вот так вот чувак решил поржать над нами всеми. И даже этот заборчик смешной выстрелил, чтобы, ну, просто поглумиться. Вот. Мы смеемся с него. Он смеется с нас. Потому что мы чего-то не догоняем. А мы думаем, что это он чего-то не догоняет. Опять же, представляем себе, когда видим эту базу, представляем себе, что эта база есть на КВ. У чувака охренительные войска. 30-е герои. Но с такой прокачкой его зеркало будет ТХ-8. Ну, может быть, ТХ-9 в редких случаях. Но мне кажется, ТХ-8. И вы понимаете, как и в какие, как говорится, щели. Что, в общем, короче, он сделает со своим зеркалом. Да, вы поняли. Ну, и глава клана. Девятый Таунхолл. Тоже довольно неплохой. С одной стороны, прокачки по войскам. Слабые герои. А почему они слабые, я тоже не до конца, конечно же, понимаю. Но база тоже выглядит вот примерно так. Ну, и последний чувак, которого я еще хочу показать, а потом перейду, в общем-то, к сути. Это у нас, это у нас, это у нас, это у нас. Где же он, где же он? Он практически в самом конце был. А, вот он. Брэндон 2. Это троюродный брат Брэндона. Или двоюродный, я не знаю. Армия, ну, видим, 10-й Таунхолл. Армия по армии. Сложно что-то сказать, что-то выкачано. Гиганты, например, вообще забил на гигантов. То есть люди с такими прокачками, вот мини-макс прокачка, да, они выбирают сами для себя, что для них важно, что для них мини. Что они качают максимально, что они не качают вообще. И при этом какой-то Таунхолл они выбирают для своей цели. Блин. Здесь, к сожалению, эпик фейл. Вы не видите его базу, но можете сами зайти, если он будет еще в этом клане, сами посмотреть. Тоже эпическая база, тоже нет забора. Прокачка абсолютно гениальная. Теперь бы найти еще его клановую крепость. Вот она. А в чем еще очень прикольный момент? Заметили вы, не заметили? Этот клан девятого уровня. У него девятый уровень клана. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что этот клан существует... Во-первых, что он существует, хрен его знает сколько. Во-вторых, что у них 146 побед. То есть выиграли они очень реально прилично. И скажу вам по секрету, что при этом они 10 раз проиграли, а 4 раза получили ничьи. Но я не догоняю, как они вообще могут проигрывать. По идее, если все такие дисбалансеры на КВ, то и соперник должен быть абсолютно дисбалансным. И если все правильно выстраивать, то может быть из-за того, что у них нету ударных каких-то десяток. Но опять же, они по идее есть. То есть, грубо говоря, если КВ играть там 10 на 10, 15 на 15, да? То с таким жестким дисбалансом они должны делать просто любую команду. Любой клан должен, не знаю, должен плакать от них. Не так долго осталось ждать, когда этот клан станет 10 уровнем. Думаю, буквально месяц-два он станет 10 уровнем. Это будет первый дисбалансный клан, который получит свое вот такое личное достижение в мире Clash of Clans. Ну и еще раз, не знаю, почему я решил вот так спонтанненько записать такой вот монотонненький обзорчик этого клана. Ну просто потому, что всегда нравится что-то новое. Всегда нравится не шаблонное. Не так, как у всех. Ну, лично мне так нравится. Мне это интересно. И поэтому вот такая вот фиговина. Опять же, хотелось бы забежать навперед. Вот что мы видим такого чувака с ТХ-9 в Титане. Сомневаюсь, что когда-либо еще можно будет это увидеть. Я думаю, что то, что нет сейчас ТХ за забором. Опять же, пока они есть, пока они остались. Но совсем скоро их уже не будет. И мы не сможем видеть тех самых ТХ-3, ТХ-2 в Титане, в Чемпионе. Они просто закончатся. Даже ТХ-9 не сможет нормально находиться в Титане. Это однозначно. Поэтому наслаждаемся пока этим моментом. Но опять же, считаю, что это абсолютно правильно, когда твоя прокачка отвечает твоей лиге. В общем, с вами был Аурум. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи!